здарова народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про контейнеры царства теней они в продаже еще доступны 16 дней 9 часов 40 минут 10 секунд это видео я записываю вечером 31 числа очевидно что есть некое недовольство у людей которые попробовали эти контейнеры или которые посмотрели на них и что-то как-то покрутили у виска и сказали нафиг надо в этом видео я свою конструктивную критику этим коробкам дам я уже сделал видео о том как я открывал эти коробки и свои какие-то догадки тоже рассказал в этом видео я четко расскажу что мне не нравится в этих контейнерах что я вижу что людям не нравится но очевидно что люди открываете контейнеры они просто не видят что она окупается все очень просто раньше когда ты открывал контейнеры ты хотя бы получал за свои деньги золото я всегда каждый раз говорил когда какие-то контейнеры в игре появлялись если вы хотите купить золото или вам в игре нужно золото и вы хотите или планируете его покупать то лучше это покупать в контейнерах на новый год там осенью или еще когда-нибудь поскольку это выгодно ты за свои деньги отбиваешь золото чаще всего даже в плюс уходишь по золоту так тебе еще насыпают всякие ништяки помимо золото в котором ты так уходил в плюс ты еще уходил в плюс по всем остальным каким-то ресурсам которые были в коробке там также еще была какая-нибудь кастомизация член экипажа там эти самые ресурсы и золото примерно на ту сумму на которую ты накупил коробок примерно на эту же сумму ты получаешь еще и золото так есть еще и маленький шанс что выпадет прям танк а там бывали еще часто новые прям танки или какие-то редкие но что мы видим в этом контейнере во первых его нельзя порекомендовать покупать вместо золота накупить золото себе наперед поскольку его там попросту в контейнере нет там есть кредиты дни прямо свобод к резервы бланк переподготовки но золото там нет также там есть 2d стили члены экипажа декальки различные причем у декальки шанс 25 процентов но честно говоря на мой взгляд декалька расцениваться должна как просто что-то самое простое они что-то редкое поскольку ну на кому они нужны эти декальки я честно говоря ими вообще они мне там просто на складе валяются кучи я ими лично не пользуюсь вообще очень редко от нефиг делать для меня это не какая-то там ценность это просто билиберда почему она так высоко ценится просто потому что это какая-то кастомизация ну ладно ну и также еще полтора процента шанс что выпадет танк премиум на 8 уровня и также каждая 70 коробка гарантированно дает вам прям танк также прям танки сначала подать те которых у вас нет здесь тоже есть подводный камень некоторые люди продают прям танки типа он там плохой или еще что-то типа такого если он у вас уже как-то появился вы с дуру купили какой-то слабый прям нет смысла вообще его продавать неважно как он у вас появился на аккаунте стоит пусть стоит есть не просит за аренду гаража платить не надо пускай лучше стоит поскольку может в каком-то событии захотите поучаствовать там в награду что-то может быть и вы возможно бы получили компенсацию за этот танк если вам повторный выпадет либо он просто забьет с собой место и вам не выпадет повторная такая же фигня выпадет что-то другое продавать вообще смысла нет никакого не десятки не прям танки не акционные танки лучше наполнять свой ангар когда-нибудь она может пригодиться делать свой ангар нищим и все распродавать это путь в никуда вот допустим есть зритель который продал карачуна потом купил коробок ему из коробки опять выпал карачун я думаю что у него счастье беспредельное просто заоблачная а мог бы просто ставить карачуна пусть стоит и стоит выпал бы другой танк либо если у него все есть хотя бы компенсации или так далее в общем смысл вы поняли но почему же убрали золото из коробок и теперь коробки когда открываешь нет ощущения что ты окупил вложение денег поскольку коробки можно купить за само золото значит нужно сделать место где люди будут добывать это золото но такого места же в игре нет или есть смотреть стримеров и у них выигрывать золото но добывать же хочется наверное играя в игру но играя в игру нету добычи золота чтобы потом его тратить на коробки иначе зачем делать коробки за золото ведь покупая за деньги эти коробки вообще нету ощущения что ты окупился есть ощущение что ты выкинул деньги на ветер если тебе не выпал Примтанк. Причем желательно, чтобы Примтанки выпадали часто. Поскольку на 70-й коробке это дорого. Дешевле купить хороший Примтанк, который продается на постоянке. А такие танки есть. И за боны есть сильный танк. И за золото есть сильный танк. Про эти все танки я миллион раз рассказывал. Видео на канале есть. Топы Примтанков за боны, за золото, лучшие обмены в трейдыне и так далее. Это все на канале есть. Видео по этим темам всегда обновляются, делаются актуальными. По мере того, как все эти магазины обновляются. Видимо коробки должны быть разные. Те, которые мы покупаем за золото и те, которые мы покупаем за деньги. Чтобы люди, которые покупали коробки за деньги, понимали, что их деньги окупились. А то бывает так, что из коробки выпадает дней према меньше, чем если бы ты их просто купил. В чем смысл тогда коробки? Ведь может выпасть просто один день према, который стоит 39 рублей. А коробка стоит 62 рубля. Раньше примерно хоть было видно, что 100% выпадет золото примерно на ту сумму, на которую ты накупил коробок. Это было четко, ясно и понятно, что тебя не накручивают здесь никак. А вот все, что выпадет сверху, это уже ты пошел в плюс и ты сидишь довольный, смотришь, как тебе только наворачивают всяких там ресурсов. Но не факт, что они тебе вообще нужны. А здесь и по ресурсам скромно. И нету того самого золота, которое давало тебе понять, что ты купил что-то ценное на ту сумму, на которую потратил. Возможно вот такие коробки должны быть за золото. Ладно, но за деньги такие коробки точно не должны быть. Но на день рождения мира танков делали возможность заработка золота в игре. То есть тут мысль моя совпадает видимо с мыслями разработчиков. Но сейчас же заработка золота в игре нету. Нельзя скататься на танке и получить сколько там золота. Что потом за это золото купить коробки. Такого же сейчас нет. Но в любом случае, даже если это есть, все равно их за деньги покупать желания немного. И насколько же людям обидно, когда не выпадают премтанки, поскольку коробки по ощущениям вообще не окупаются. Ну и я думаю, что в основном все надеются, что на новый год вот таких коробок мы не увидим, поскольку на новый год коробки всех устраивали. Это тот самый случай, когда рандомные случайные коробки за деньги людей устраивали. Люди их набирали вагонами на год вперед. Набирали себе золото, ресурсов и всего остального. А если еще и танк выпадет, то это новогоднее чудо. И вот это вот довольное лицо танкиста, когда он видит новогоднюю заставку, как танчик из снега там откуда-то выезжает. Морда уже довольная. Так еще и золото там он набрал себе на свои кучи денег. Вот что нужно танкистам. В этих коробках этого нет вообще. Поэтому очень много недовольных людей. Это мое мнение. Я думаю, что это очевидно, что оно так и есть. Эти коробки есть смысл покупать, если вам нужны конкретно премтанки, которые в них есть. Поскольку те ресурсы, которые в них есть, они вообще не особо-то интересны. И с трудом вообще можно представить, что они могут какие-то деньги окупить. И при этом, при всем, если ты покупаешь, и тебе не везет, и премтанки выпадают только на 70-й коробке, то ты все равно доволен не будешь, поскольку это сильно дорого для одного премтанка. А если у тебя еще и нету слабых премтанков из перечисленного списка, и они тебе будут выпадать, ты тоже не будешь доволен, поскольку здесь есть танки, которые могут не нравиться многим. Вот у меня, допустим, было на аккаунте много золота. И всего лишь двух танков не хватало из списка. И оба эти танка, в принципе, более-менее я хотел. И мне еще и повезло, что они выпали за небольшое количество коробок. Ну как небольшое, 42. В принципе, это много. Если бы мне не выпало, я сидел бы с теми маленькими кучками ресурсов, которые мне выпали, и думал бы, блин, я выкинул золото на ветер. А если бы это еще и деньги были бы, я вообще не знаю. Это реально очень плохо. Это одни из самых душных коробок за всю историю танков, которые я могу вспомнить вообще. Ну и те, кто коробки открывали, я думаю, вы со мной согласитесь, что так по факту есть. И это даже при том, что мне повезло, и они выпали. Мне кажется, вот таких коробок больше не должно быть в принципе в следующих событиях, поскольку, но это очень сильно бесит людей. Это не те коробки, которые нужны танкистам. Их нужно исправлять, дорабатывать. Дальше, ну никак. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Всем удачного дня, пока.